Говорить об этой фотовыставке сложно, ведь это не просто галерея портретов в привычном смысле. Здесь лики женщин, которым выпала непростая доля. Глаза полной любви и боли с каждой фотографией. На хрупких плечах мужской китель. Это некая материальная связь с любимым, который много месяцев далеко. И символ той защиты, которую обеспечивает прямо сейчас тот, кого она выбрала в мужья. Мой супруг получил звание гвардии подполковника и очередное воинское повышение по службе в феврале месяце. И свой китель ему не удалось с парадными погонами надеть. Поэтому ребята, которые вместе с ним служили, помогли мне сделать погоны. И я приняла участие в этой съемке. Это важно и это нужно им. Это наша связь с мужьями. Это наша, может быть, у кого-то последняя возможность написать письмо своему супругу. И сказать ему то, что мы гордимся. Я горжусь своим супругом. Я хочу, чтобы мои дети гордились им. Я хочу, чтобы про него никогда не забывали. И чтобы про ребят, которые там погибли, которые там сейчас воюют, переносят все трудности и тяготы, которые выпали на их горы. Которые защищают наше мирное небо, чтобы мы могли спать. Спать, чтобы мы могли вводить детей в сад, в школу. Да, есть и портреты тех, кому мужья уже не вернутся. Но это фото-связь, дань памяти. Символ единства и любви, которая сильнее смерти. Все эти женщины с достоинством принимают свою долю. С них бы взять пример мужества, мудрости, стойкости. Как и с тех, кто терпеливо ждет каждой весточки с передовой и скорейшего возвращения своего героя. Анжелика Денисова, фотограф, подхватила идею саратовских коллег, собрала команду единомышленников. В соцсетях разместила приглашение к участию для жен военнослужащих. В результате получилось больше 50 портретов. К каждому из снимков приложено письмо от той, которая ждет тому, для кого сегодня это самая важная причина вернуться.